Финальные круги по ледовой глади и покрытие к приему самых юных и самых неопытных готово. На ледовой арене первое для некоторых шортрековцев состязание. Все участники этой встречи катаются на скоростных коньках меньше года. Или же они совсем еще юны, чтобы развивать большие скорости. Мы все дружно садимся на пьедестал. Не так, чтобы никому места не хватило, а просто туда встали. Но на поле все, как у взрослых, напоминают тренеры. Строгое судейство, регламент и конкретно установленная дистанция для каждого спортсмена. У детей постарше нагрузка чуточку сложнее. Но зная технику, отрабатывают ее в ходе упорных тренировок. Задача решаемая. Каждый пробежит по две дистанции. Дети постарше пробегут три и два круга по основной дорожке, по основным фишкам. А самые маленькие, это 4-5 лет, пробегут два и один круг, но по более малому кругу. В переводе на метр получается чуть больше 300, 200 и 100. Родители ревут на трибунах. Дети спешат к заветным медалям. Падают, поднимаются, но упорно двигаются. Каждый в своей технике. По новичкам видно, что они в процессе приручения его величества шортрека. Я хочу занять первое место и победить всех. Расскажи, как давно ты занимаешься шортреком? Занимаюсь один месяц. Мне он очень нравится. Я хотела попасть в детство, но меня не взяли. Ради мечты девочка даже распрощалась с другим видом спорта. Выступила на этот раз удачно. Но могло быть и лучше. Досадно упала. Наверстает уверены тренеры и родители шортрековцев. Ведь это только самое первое состязание новичков. Впереди новые соревнования и новые награды. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.